Эта многоэтажка по Ульяновской расстилается от 50 лет в ЛКСМ до Гагарина. Китайская стена, так ее называют в народе. Просторные апартаменты, шикарные планировки, открыточные виды из окон. За фасадом прячется 900 квартир в 25 подъездах. Но не все так хорошо в стенах 49-го дома. Здание 86-го года постройки требует руки человека. Дом изначально старый, дом проблемный. Извините, это ваша работа, не моя пенсионера Шинного. Последняя капля. Часть подъездов знаменитого дома относится к ЖРЭУ. Часть к частному кооперативу. И тут ворох вопросов. Все к одному человеку. Председателю ПЖСК номер 31. У ЖРЭУ обратились в администрацию, ему были конкретно предъявлены сроки решения проблемы. Смотрите, ответ был дан 14-го 06-го. То есть с того момента не изменилось ровным словом ничего. Его попросили повесить в доску объявлений. И как давно это сделали? Доска объявлений месяц назад он повесил. Но мы попросили, чтобы на доске объявлений были все актуальные номера телефонов. Сантехника, электрика, председателя. Если планируются какие-то собрания, чтобы это было освещалось на доске объявлений. Вся актуальная информация. Состояние подъездов наша съемочная группа смогла оценить собственными глазами. Трещины в стенах, осыпавшаяся штукатурка, выбитая плитка. Отсутствие лестничных перил. Снаружи ситуация не лучше. Вот сбоку, сверху она висит. Отходит вон та часть, где слив идет. То есть здесь оббили вчера. Просто очень экстренно все подбивалось, потому что висели куски, которые падали просто на голову. Приехал какой-то мужчина, поотрывал кусочки, все это сгрег в мусорку и сфотографировал. То есть вот это вот оно все осталось. Злосчастные 21 и 23 выбиваются из общей картинки. Нет мусорок, от лавочек рожки до ножки. Вместо благоустроенных дорожек ямы до ухабы. Такая же ситуация с проезжей частью. Со слов жильцов, деньги на ремонт они успешно собрали. А вот до работ дела так и не дошло. Вот жировки за июнь 23 года, дополнительный взнос 20 рублей на тротуары. Также жировка июль 23 год, 20 рублей, дополнительный взнос. И август 23 год, 20 рублей, дополнительный взнос на тротуары. Как обосновывают председатели вот эти дополнительные взносы? На какие работы они должны уходить? Изначально собиралось по 20 рублей каждый месяц летом, чтобы это было не так накладно, так как нет отопления, собиралось по 20 рублей 3 месяца. Итого 60 рублей с каждой квартиры на вот эти вот пешеходные дорожки. Они должны были быть заложены асфальтом. Потом председатель пояснил, что асфальта нету, согласились на плитку, если что, доплатим. Но изначально встал вопрос, на каком основании собираются деньги? Предоставьте, пожалуйста, смету и подрядную организацию. На что он сказал, ничего этого пока нету, мы соберем заранее, а потом мы уже распределим эти деньги, остаток какой-то либо дособираем. Пенсионеры, дети, молодежь хватаются за голову. Жильцы кооператива всерьез опасаются за свои жизни. И такие прецеденты были – вывихи, переломы, ушивы от падений. Возле шести подъездов два кооператива, 27-й и 31-й, дорогу не починили. Мы на нее собрали с каждой квартиры по 60 рублей в прошлом году. Извините, я одинокий пенсионер, у меня муж умер. И я 60 рублей отдала, и год хожу по этим колдовинам. Так почему у людей приватизированные квартиры? Или там какие-то? Им государство сделало, а мы не люди. Да, самая большая проблема в этом кооперативе – это дороги и тротуары. Да, они в удручающее состояние. Но, к сожалению, к моему, я не смог найти организацию, которая взялась за ремонт дорожек, даже за деньги, которые собраны людям. Здесь, наверное, все-таки, может, где-то и моя недоработка. Это здесь свою ошибку я признаю. Москва не сразу строилась. Председатель поясняет. Вопросы решались. Постепенно. В прошлом году из межпанельных швов задувало квартиры. Недочет исправлен. В нынешнем уже заменена кровля входных групп. Оставшиеся работы в полном объеме завершились 7 октября. Через месяц после моего вступления в должность у людей потекла крыша. Пришлось, естественно, тратить какие-то ресурсы и делать кровлю. Это большая проблема. Затем глянули мы верхние этажи, балконы все, они так же текли. И были переделаны все балконы по этому дому. Сейчас жалоб на протекающую кровлю и протекающие балконы нет. В подвале этого дома был проведен свет, потому что там его просто не было. Над схваткой. Вышестоящий орган администрация Первомайского района. Обращение жильцов на контроле. 15 октября было принято решение организовать внеочередное собрание по избранию правления и ревизионной комиссии, которых ранее не было. Обсуждены многие вопросы проблемные, в том числе по досрочному прекращению полномочий председателя. И по итогам собрания, в общем собрании членов кооператива, было принято решение о проведении независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской документации. После чего уже будет приниматься окончательное решение членов кооператива по поводу, скажем, деятельности председателя. Мирный договор. Кооператив – это самостоятельное юридическое лицо со своими органами управления и контроля. Каждый из них должен исполнять свои должностные обязанности. Уметь находить общий язык, руководить, выполнять просьбы – неотъемлемая часть работы и жизни. Мы следим за развитием. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Максим Калинин, Бобруйск, 360.